Здравствуйте. А можно у кого-то попросить? Последствием месяц. Когда? Можно подождать, да? Не знаю, подождите, да. Хорошо. На четвертом этаже следователи проверяли документы в отделе контрактной службы. Пустить журналистов с камерой сотрудники правоохранительных органов отказались, однако подтвердили, что идет обыск. Хотя в приемной главного врача категорически опровергали этот факт. Молодые люди, покиньте, пожалуйста, помещение. Почему? У вас нет права здесь находиться. У нас есть право здесь находиться. У нас есть право учреждения. У нас есть право учреждения, режимная. Воспорка, без махи. У нас больные лежат на колодке. Здесь нету никого. Пациентов здесь действительно немало. В надежду едут со всего края. Уровень заболеваемости раком на Алтае выше, чем в среднем по России, почти на треть. Потому, рассказывают больные, здесь не всегда легко сразу попасть на прием и даже взять талон. И талоны долго ждали, и очередь потом, чтобы попасть в стационар. А сколько? Сколько мы находили? Три месяца. Три месяца. Выход в таких ситуациях нередко находится. Неприятное открытие сделала для себя и наша коллега, редактор новостей Елена Макаренко. Два года назад она лечила маму в онкодиспансере. От пациентов онкоотделения, которое располагается на Никитина, я слышала о том, что они приезжают из сел и лежат за деньги. То есть койко-место стоило определенную сумму. В среднем люди называли сумму в 10 тысяч рублей. То, что в надежде могли совершаться махинации, оказывается, многие предполагали. Вот публикация годовалой давности о продлении контракта с главным врачом больницы Александром Лазаревым. Читаем комментарий. И все бы можно было назвать эмоцией, если бы не именно эта схема и не эти имена сейчас, спустя год, фигурировали в уголовном деле. А тем временем сегодня в нашу редакцию позвонила пациент клиники. По понятным причинам молодая женщина не захотела общаться перед камерой, но рассказала, как ей назначили после операции дешевый препарат, который люди тяжело переносят. Тогда как, по ее словам, у врачей давно есть более эффективная, без побочных эффектов замена. Но дорогая, а значит дефицитная. И нехватка препаратов здесь не единичный случай. Летом не было уколов. Промышленность не работает наша. Не успевают. Больных много, а надо нам, наверное, машинами возить лекарства. Тут же ледовое побоище. Весь край. Я думаю, как будто у нас в России нет здоровых людей. Связаны ли все эти проблемы с уголовным делом, которое возбудило следственное управление, выяснят правоохранители. Заместитель главного врача, онкодиспансера Ольга Невара задержана за получение взятки в 144,5 тысячи рублей. Знал ли об этом главный врач, установит следствие. Сам Александр Лазарев ситуацию не комментирует. Добавим, что срок его контракта с краевым Минздравом истекает уже в этом году. Евгения Даровская, Артемий Панченко, Алексей Фризин и Александр Антропов. Наши новости.